Еще несколько десятилетий тому увидеть этих людей на городских улицах было очень складано. Диагноз «инвалид-колясочник» часто учел, как кончатковый приговор. Вся житовая простора обмеживалась четырьмя стенами квартиры, выйти с которой без допомоги было практически немогчимо. С улением того, что на Гомешчине проживали около 3,5 тысяч инвалидов-колясочников, такую ситуацию саправды можно было лечить значной проблемой для громадства. Становище начало изменяться не за 20 лет тому, со створением громадского объединения «Инвалиды-спинальники». Виновата, эта организация взяла на себя организацию физической, социальной и психологической реабилитации, а также формирование в громадстве станучего имиджа людей с обмежеванными мощностями. При поддержке обл. Воконкам в областном шпитале открылось первое в Беларуси отделение медицинской реабилитации инвалидов. За минулый час у Вогаля шмат чего изменилось. Сегодня колясочники принимают этот дел в громадском житете и регистрируются в якости индивидуальных предпринимателей. Их у Вогаля начали принимать на работу, хоть и с уликами медицинских показчиков. Очень хороший опыт трудоустройства людей в инвалидных колясках в бюджетной сфере, в бюджетных организациях. У нас созданы рабочие места и в госпитале инвалидов войны, и у нас в областной МРЭК работают тоже люди, и в ТЦСОных районах города. То есть такое право есть. И главное, что сейчас и работодатели не боятся таких людей брать на работу. Это очень хорошо. Подчас конкурсу «Самый поспеховый человек» у инвалидной колясцы Гомельской области размова ишла у тым лику и об тым, что сегодня робится для людей с обмежеванными махчимостями. Реальностью становятся безбарьерные осеродзе. Отповедные пандусы теперь – обовесковый элемент городской архитектуры. В этом году у Гомеля презентовали коляску-трансформер, которая может не только переодолевать пирожкоды, но и рухаться по лесовицах жилых домов и администрационных будинков. Для многих спинальников это по куль значная проблема. Звучайной справой становятся перемоги людей в колясках на сусветных и европейских конкурсах. Сегодня они выполняют бальные, народные и сучастные танцы не горш за физично здоровых людей. Жахар Светлогорска, Алексей Сушенцов, отримал травму подчас занятку дельтапланеризмом. Тогда он был студентом Самарского аэрокосмичного университета. Сегодня он дипломованный юрист и спевак. У нас в городе два раза в месяц примерно в пицце-смайл мы играем. Тематические вечера у нас есть джаз, есть французский шансон, есть песни из советского кино. Людям очень нравится. Иногда ездим и по городам, в том году и в Германию ездили, и в Польшу. Так, на улицах поиграть просто. Цель-то конкурс «Самый поспеховый человек» у инвалидной колясцы Гомельской области прошел в першиню. Переможца вызначили у десяти номинациях. Грамадская деятельность, спортивные досягнение, семейные каштовности. Не выключено, что в наступном году в программу конкурсу будут унесены пыльные коррективы. Але у ягони обходности, не сумневается, сдаётся уже никто. Олег Сенцюров, Ханна Коральчук, Валер Гопанько. Телерадо-компания Гомель.